итак мы продолжаем нашу работу по манальной терапии со стопами да давайте рассмотрим пример вот по поводу вальгуса да вы спрашивали то соответственно вот посередине вот мы управляем палец как упор вот сюда указательным пальцем до плотно захватили стопу всю этот палец большой захватили целиком выдернули наружу и завернули вот сюда на свой указательный палец а вот в такой в такой степени да уже вряд ли мы сможем поставить его потому что тут уже идут костные наросты там уже буртиты образуются и так далее это сложно вот соответственно степени плоскостопия да когда следы остаются от нас первая степень уже почти плоская на стопа до вторая степень вообще плоская а третья нога вывернулась даже видите вот с этой стороны она уже развернулась вовнутрь это очень вредно но то же самое показываю да дальше что мы видим получше есть такой рисунок вот когда это нормально надо вот плоскостопие видите подворачиваются вот эти кости подворачивается берцовая кость вот вовнутрь до мизинец тоже подворачивается и наступать на мизинец и больно вот здесь вот как летом выращиваются вообще страшно смотреть вот получается вот видите заворачивается берцовая кость проблема в колене сразу раз бедренок и заворачивающийся вовнутрь проблема с наружной стороны малая и средняя я лично мышцы страдают и соответственно натягивается пояснично вот это вот поясничная мышца да вот это воздушная мышца они натягиваются видите сразу идет сколиоз вот видите то есть эта причина сколиоза может отсюда начаться большого пальца ноги и от плоскостопы он и весь народ какие-то трава от вино вон шишки но это еще не такой страшный случай показывал вам было это все ужасно смотреть даже даже больно смотреть на стопу соответственно у стопы есть поперечная подъем должен быть и продольно-продольно-поминга а пола стопа это тоже уже нарушением другую сторону вот нормально на подъем до слога стопы это уже перебор в этот высококольный то что теннисный шарик пинг-понга может не прокатить ну соответственно это все искры луками тоже связано очень правильно надо выбирать подошву обуви на подошве сейчас мы не будем подробно останавливаться обязательности стельки супинаторы покупать вообще надо у производителей обуви я не знаю сюда попадать они специально такого производства нога вот такая становится потому ведь никто не предусматривать супинаторы хотя это очень просто заранее сделал свою но супинаторы вот они вот видите вот такой одевается подсилочка такая в ботиночек вставляется и справляется есть специальная для вот вальбуса да такие лямки одеваются расширяют пальцы вот эти есть обувь которая называется ниндзя шуз у них большой палец отдельно от всех остальных пальцев вот выходит шишки такие вот этот мир кстати очень полезно ходить соответственно по равным поверхностям по траве по камням по ворсистым коврам до по песчаным пляжам это хорошо стимулирует ногу массируют и да вот они вот эти штучки давать большую пальцем ставим отставить сторону так это вот поперечном плоскостойке то есть вот наша свод стопы вот и косточки до большого палец соответственно это мизинец они должны поперек еще иметь вот такой тоже подъем если его нету страдает все потому что опустились вот эти косточки сейчас как раз мы их и будем управлять вот давайте посмотрим на человеке конкретно то есть это промежуточные вот эти вот кости пальцев до вот этих трех они опустили значит вот сюда вот тут у здорового человека должны мизинец и большой палец стыковаться ну вот если с напряжением задать да да то почти стыкуется вот видите не хватает буквально сколько там это три где-то соответственно мы должны их расшатать сейчас да вот берем каждый сустав вот этот место крепления расшатываем даже через боль да пусть будет человеку больно ничего страшного когда непосредственно вправляем то даже люди орут это очень больно настолько запущены стадии стопы что это все очень больно теперь друг относительно друга расшатываем их ну чтобы понимали да пальцы не здесь начинаются а вот воде пальцы видите вот они гнутся вот под пальцы начинается и теперь вот такой прием берем соответственно за один палец крайний а вот в эту подушечку в этот палец целимся своими пальчиками распрямили вот не прямой стали да с этой стороны взяли получился вот такой удар звук отсюда снимаете так чтобы было видно вот вот в этот палец мы взяли поставили и раз слышали да теперь средний палец раз продавили и вот в этот палец если не хватает с этой стороны да то можно вот так вот взять поменять руки и теперь смотрите стыкуется легко и даже вон до смотри один один позит входит смотрите как даже лишним запасом появилась ямочка такая видите вот вот это вот уже все правильно теперь вот здесь тут две косточки которые опускаются вниз да вот они распручивают стопу ну во-первых мышцы надо до простимулировать вот эти вот чтобы они держали все-таки ногу вот эти мышцы согреваем растираем их добраться до этих косточек достаточно сложно да поэтому вере они там как будут закостеневшие все такие связки да поэтому их дополнительно разбиваем через полотенце либо простынь свернутую бамбуковыми палочками от креольского массажа здесь что интересно тут насыпано секучее вещество да и получается плюс ударение идет импульс глубже гораздо чем место удара да почему проникают гораздо глубже значит берем стопу стопу стопия и простукиваем именно вот это вот место давайте покажу на другой ноге вот с этого ракурса сюда приходится именно вот тут если местам чтобы вы понимали по таким косточкам настоем разнеслить и посмотрим вот стопа если она оплачена вот эти косточки вот они вот сюда идут видеть просто надо вот этот сустав и вот этот сустав два сустава подправить сюда один ставить и второй сюда вот вот такая стопа уже более нормальная да свод стопы видите выпрямился надо это с такого сделать вот такую еще смотрите как получается с доворотом когда она расплющивается на кости помните вы показывали доворачивать вот сюда нам надо поворачивать их в обратном сторону вот сюда на раскрытие значит берем вот эти места расшатали как следует простучали расшатали и теперь захватываем вот как найти первую косточку да вот пятка закончилась большой палец закончился где-то посередине между ними вот сюда вот получается первую кусту болезнь надо потерпеть вторая кость это буквально два сантиметра или два пальца откладываем во вторая косточка второй сустав теперь сустав упираемся в большим указательным пальцем это косточка да но надо так опереться чтобы стопу захватить плотно вот везде прямой угол видите я заполнить лодыжку еще держу и груди либо животом придерживаю вот и на свой палец вот так раз 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 накатывала за плюс него кости и чуть было слышали теперь ниже опускаемся вставляем если не получилось с этой стороны попробуем это сделать с обратной стороны придется человека перевернуть на столе оба вниз пупком солнцу так берем ногу ставим соответственно обрабатываем эти косточки вот с этой стороны как терпимо или больно посильнее и теперь устанавливаем ее вот так вот захват получается через наш палец большой да вот это косточка первая вот вторая вот она да вот в нее ценимся надо изначально везде прямо угол и постараемся к нам сломать об свой палец потом ниже опустились и одну вторую руку и здесь теперь подхрустывает не получилось тогда например тогда усиливаем формулу берем кладем ногу на свою коленку на свою коленку по куда подсовываем палочку обратить внимание по диагонали да именно под ту косточку какую надо и вокруг этой косточки так от растерли размяли и потом об палку нас вторую немножко больно но потерпеть вот никто не гарантирует что с первого раза у вас все встанет на место да но если регулярно как человек ходит то таким образом мы исправляем плоскостопие и никто не отменял гимнастику для стоп да также рекомендуйте пациенту он в это время входит к вам производства на сийском упражнении которые скрепляют эти мышцы да они начинают стопу поддерживать до чтобы вот такой вот изгиб мышцы и поддерживают ну какая гимнастика в этом расскажем в следующем видеоролике но сейчас с вами был олег алабудвин мы переходим к практическим занятиям а если вы еще не с нами то зря в этом где-то шатаетесь приезжайте сюда мы вас научим до новых встреч друзья